наташенька здравствуйте мне нужен ваш совет и ваша помощь мне некому больше обратиться я живу в калуге если помните я оксана несостоящейся мама смоки слава богу у нее все хорошо у меня на даче соседи подкармливают собачек с одной случилась беда что-то слабый очень похожий на перелом и обратилась в приюты местные везде игнор отозвался только ловец предложил услуги 3000 поймать собачку передержка с медуходом у нас стоит 300 рублей в сутки но дней через 20 быть может они все равно все заняты операция наверно будет стоить у губам я в растерянности не могу пройти мимо бедосе финансово не потяну да еще у меня мама инвалид на руках я привязана к дому не могу никакие манипуляции проводить могу только выходные что-то поделать наташенька у меня крик души больше не к кому обратиться только к вам помогите пожалуйста доброго времени суток всем добрые мои волшебники вот такое голосовое смс и в письменном виде я получила на ватсап это калуга то есть люди просят помощи даже с других городов и это не первый случай были звонки из московской области из тверской поверьте мне за это время нашего спасения сегодня вот такая сос ситуация но без вас я не могу принять решение если мы спасаем честера то значит вы это пишите в комментариях что да наташа мы спасаем потому что я понимаю что вся ответственность ответственность ложится на ваши плечи то есть это ваши финансы поэтому я уже не могу принимать решение к сожалению одна моя такая большая дружная семья честера отловили оплатили пока передержку если мы его спасаем значит спасаем если нет значит собака будет возвращена к сожалению без лечения без манипуляций на улицу поэтому машина моя такая большая дружная семья сегодня я обращаюсь к вам если вы со мной значит я еду забираю честера и везу в клинику вот такие ситуации происходят в моей жизни нашей жизни но волшебники вы я говорю об этом всегда только от вас зависит жизнь пушистых детей с большим уважением к вам волонтер бездомных животных и приют отвори добро наталья